Сергей Александрович, ну, наверное, в первую очередь вопрос к вам. По территории Броженского сельского совета возникла непонятная ситуация в плане того, что слухи доходят. Мы на сессии приняли решение принять полномочия в плане ЖКХ по передаче в район, а до сих пор соглашение не подписано. Можете пояснить ситуацию? Вообще, если правильно, то сначала нужно было, чтобы администрация Ачинского района и администрация Броженского сельсовета заключили соглашение. И только потом мы должны были затвердить эти полномочия на сессии. Но, к сожалению, у нас столько лет все это так происходило, я считаю, что это неправильно, наверное, было. И мы должны вот это решение принимать, как бы закреплять передачу, процедуру передачи полномочий. Поэтому сегодня, ну, я могу сказать, что это как бы не в нашей полномочии заключить соглашение с Броженским сельсоветом. То, что они направили нам письмо, да, соответственно, они там просят срок, значит, 19 февраля. Ну, срок нам сельский совет не может устанавливать. Мы ориентируемся на закон подачи ответов. Поэтому ответ им будет да со стороны сельского совета. Простите, райсовета. А что касается заключения соглашения, это я не могу здесь пояснить ничего. Это администрация сельского района. Спасибо. Еще тогда, по имеющейся у меня информации, значит, представители сельского совета вас уведомляли в письменном виде. Я, к сожалению, этих документов не видел, не знаю. О том, что они собираются оставлять полномочия в плане своего, это самое, ЖКХ в поселении. Вы были заранее уведомлены, говорят этим уведомлением есть такое или нет. Оно зарегистрировано у вас в районном совете, через секретариат, все это дело прошло. Я могу сказать, что такого письма не было. Я, когда приехал к сельсовет, просил показать оригинал этого письма. И где оно нам отправлено. Как такового не было, если речь идет о 23 декабря. Перед сессией буквально они сказали, что они зарегистрировали, вас уведомили. Вы, значит, нам на сессию выносите. И я еще на той сессии спросил, все сельские советы передали полномочия. Вы говорите, да, все. Вот, в частности, при разговоре с главой и с рядом депутатов, они высказывали мнение, что вас заранее уведомляли. Вы же фактически, ну, второй человек после прокуратуры, который должен влезти закон. Если это так было, ну, им-то смысл, зачем брать. И сейчас, в этой ситуации, как мы будем выходить, полномочия, как бы, уже бюджет у нас сформирован. Мы на основании же того, что ожидали соглашения, будут подписаны. Ситуация становится раховой. Уже второй месяц фактически идет Нового года. Соглашения не подписываются. Что вы намерены делать дальше в этой ситуации? Вот, рассказываем, да? Преображенский сельский совет принимал решение о передаче полномочий на основании проекта решения, который им отдали в совет Преображенского сельсовета, администрации Преображенского сельсовета. Дальше. Мы, когда принимали решение приема полномочий, это было тоже на основании проекта решения, который нам отдавала администрация Альшинского района. У нас на сегодня нет таких полномочий, что мы выносим и решаем. Это бюджет, это раз. Вы понимаете, это как бы регатив исполнительной власти, не нашего, не райсовета. Если вы, конечно, там соберете несколько человек депутатов, сделаем проект решения, тогда мы можем рассмотреть. Как бы вот так. А это вот, я еще раз говорю, это регатив администрации на проект решения. Я могу слово дать. Скажите, пожалуйста, еще, вы были уведомлены заранее или нет, что они не хотят передавать эти полномочия? Кто? А при чем здесь я? Ну как, потому что... Я эти решения не принимаю. Я знаю, что вы не принимаете. Если говорить официально, не было уведомлен. Если подходить чисто с точки зрения юридической. И в телефонном виде тоже вам не сообщают. Почему это? Я сам был в Преображенке, мне говорили, что отправляли письмо 23 декабря. Я же это не отрицаю. Но должен быть документ на руках, а не то, что там говорили, или отправили какие-то там были. Я поэтому и задаю вам вопрос. Я вот поэтому вам отвечаю. Соглашение отправлено, во-первых. Во-вторых, к нам получены претензии 9 февраля по данному вопросу. Данный вопрос находится на сегодняшнем рассмотрении. Кроме того, я связался с вполне очень полномочиями главы Преображенка. У нас назначена на следующую неделю встреча. Я думаю, что в течение какого-то времени, короткого недели, недели сети, мы поставим точку в этом вопросе. А какие бы вы образы собираетесь? Путем давления теперь над депутатом поселкового? У нас, во-первых, нет речевого давления, поскольку законодательство не предусматривает какие-либо силовые отношения между районами и поселками. Там сугубо вопрос именно по тому, каким образом выйти из этой ситуации. Вы говорите, точку поставим в ближайшее время. А каким образом вы ее будете ставить? Какие у вас сейчас планы разрешить эту ситуацию? Что делать? Уговорить депутатов, либо надавить на них, либо еще что-то. Что теперь делать? Бюджет-то принят уже? То, что бюджет принят, занесение в него корректировок, это вопрос, собственно говоря, технический. Поэтому принятие бюджета, оно никоим образом не ставит точки над соглашением, как таково. Так, а еще расскажите, повторите, пожалуйста, когда вы говорите, ответ должен поступить? Претензию мы получили 9 февраля, соответственно, в течение месяца, до 9 марта мы должны дать ответ. Но я думаю, что это случится раньше. Продолжение следует...